здравствуйте дорогие друзья рыболовы но развитие техники идет вперед в том числе рыболовной техники и поэтому многие задумываются о том чтобы перейти на электро ледобуры вещь хорошие но многих смущает его дороговизна вот по некоторым данным стоимость ледобура электрического в хорошем в хорошей комплектации доходят до 50 60 тысяч рублей естественно что это смущает для чего они бы могли пригодиться ну во-первых для жерличников надо одновременно насверлить и быстро много лунок расставить жерлицы это вещь понятно естественно для тех кто ловит хищника это постоянно поисковая рыбалка много надо сверлить много искать но и даже в самой простой рыбалки в принципе вот как я в прошлом году показывал принципы трудовой рыбалки когда из одной пробуренной лунки ловишь одну плотву и приходится бурить много лунок чтобы поехать что-то поймать то есть тоже надо искать здесь электро ледобур конечно бы пригодился но я пока как-то обходился без этого тем более что зима у нас стали за последнее время такие что в прошлом году мы собственно говоря ловили чуть ли не из одной лунки приезжаешь на рыбалку она растаявшая вот лед был но сантиметров 20 в принципе можно вполне обойтись и таким способом но вот николай николаевич например о котором я вам много рассказывал он жерличник поэтому ему интересен и он пошел по пути приобретение электро ледобура ну пошел по пути естественно бюджетного ледобура и вот что у него получилось я хочу вам показать рассказать и может быть кто-то этим делом заинтересуется ну начнем со шнека шнек для электро ледобура должен быть с правосторонним вращением естественно специальный вот он купил просто в магазине вот этот шнек с ножами ну ножей открывать не буду там ступенчатые ножи обычный бур на 130 длина шнековой части метр максимальная глубина сверления где-то метр 15 метр двадцать и адаптер 1 и адаптер и шнек фирму патриот за шнек он отдал полторы тысячи за адаптер пятьсот рублей я уже говорю что все это было куплено в магазине значит адаптер 12 миллиметров посадочное число но как вы сами понимаете что в ледобуре главное не шнек ножи и адаптеры шуруповерт какие требования к шуруповерту во первых напряжение рабочие должно быть не меньше 18 вольт батарея должна быть не меньше четырех ампер в час лучше было лучше 5 потому что при 4 иногда они мощности не хватает и крутящий момент не меньше минимум 50 60 реально где-то 90 100 ну из таких вот фирменных которые рекомендуют этот вольт порядка 29 практически почти 30 рублей вот метаба который чаще всего рекомендует николай николаевич пошел совсем по другому пути вот я вам показываю что он купил сейчас я вам покажу ее в натуре и объясню ее преимущество дрель китайская чисто китайская название у нее фирменная доверсап я вам напечатаю чтобы не ошибиться в произношении и дам дам ссылку в конце на эту дрель ну вы могли заметить что здесь цена стоит 404 тысячи ему она обошлась в 3300 рублей ну время прошло видимо чуть-чуть подорожало а может быть надо где-то поискать еще в алиэкспрессе ну во первых что из себя представляет это вот такой вот кейсик сейчас мы посмотрим что у него внутрь вот такой шуруповерт он двухскоростной с регулировкой оборотов под сверло под заворачивание саморезов и ударный значит какие его достоинства во первых он бесщеточный это раз это очень большое дело второе здесь стоит металлический редуктор третье длинный патрон патрон под 13 миллиметров поэтому 12 миллиметров шнека ему как раз подойдет что самое главное во первых у него рабочее напряжение 21 вольт аккумулятор 6 половиной миллиампер час тысяч естественно кстати вот ребята спрашивали насчет запасных аккумуляторов к этому буру вот этот вот аккумулятор это от гайковерт подходит изумительно и в общем-то достаточно приличный то есть это не 4 не 5 это 6 половиной самое главное что у него крутящий момент до 150 ньютон-метр вы представляете если рекомендуют где-то в пределах 90 100 ньютон-метр у этого до 150 то есть мощность его можно сказать офигенная ну единственное единственным да я не знаю даже недостатком недостатком у него нет рукоятки ну вполне можно обойтись рукояткой переходника у нас лед не толстый вот и при желании сюда мы сюда можно поставить ручку но у меня есть ручки от электрооборудования там от шлифмашинок и от того от всего в общем можно приспособить при желании сюда ручку поставить этой боль если будет такая необходимость но я думаю что вот такой необходимости не будет просто нет никаких вопросов а что значит правильные ножи вот правильные ножи поставил и совсем заработал по-другому ну вот он китайский шуруповерт вполне нормально работает да вот с такими ножами вот только на вы поставили нажимали вот такие и они заработали так что все ребят работает не надо китайский шуруповерт обзывать нехорошими словами успехи приходят не сразу с учетом того что ножи которые я купил вместе с шнеком они прямые на 130 в общем они оказались не очень подходящие для того чтобы не можно было сверлить шуруповертом а вот с круглыми ножами идет совсем другая работа и все получилось то есть вот эти закругленные ножи они как раз играют свою положительную роль совсем как земля и небо то есть несравнимо прекрасно ну вот метровый лед и совсем совсем другой результат по сравнению с плоскими ножами и круглыми то есть я говорю там . каждый механизм нужно осваивать да 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 не нажимаешь то есть он как бы идет самостоятельно только над держать вот чуть-чуть неправильно держал травму получил вот поэтому ко всему надо приспособиться ну так что и доволен да ну если метровый лед в нашем возрасте пробовать простым ледобором то попотеешь прилично и здоровье лишишься ну вот давайте и подведем так сказать экономические вещи целью николая николаевича было сделать как можно более бюджетный электроледобор и обошелся он ему пять с половиной тысяч ну если четыре тысячи то шесть тысяч ну вот все что я хотел сказать по поводу самого бюджетного электроледобора подписывайтесь на канал ставьте лайки жду от вас комментариев если кто-то сталкивался с этой проблемой прошу высказаться по отзывам вот по этому шуруповерту я посмотрел оценка у него стоит четыре с половиной то есть вполне 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 рабочий ну а что уж будет на самом деле ну поглядим до свидания ребята